Привет, друзья! Меня зовут Олег Брейн, и мы продолжаем проходить дополнительные миссии в Скайриме. Ну что, для тех, кто не знает, давайте напомним, куда мы там идём, хоть сам узнаю. Вот эти вот лабиринты, смотрите, видите, тут карта огроменная, мы это всё сейчас прошли, можно сказать. Наше задание — отнести словарь в Аван Чинзелл. Название, епта. Мы туда и направляемся, так главное, чтобы я назад не шёл, вроде бы нормально. Так, смотрите, у них даже стулья, видите, такие странные. Так, чё с дела? Чё это было? Так, ну они стояли лицом к этому входу, поэтому я уже не помню, где мы тут заблудиться, можно. А, правые машины, мы ещё здесь не были. Давайте зайдём. Хотя, хотя, может и были. Сейчас поглядим. Надо посмотреть по карте. Да, вот здесь мы не были, видите, новая абсолютно зона. Правые машины. Мы уже близко. Вы слышите зов словаря? Ну да, конечно. Так, хватаем его и убегаем, правильно? Как только мы найдём словаря, надо будет положить его на особый подиум. Дальше я знаю, что делать. Скоро знания словаря будут моими. Нашими. Скоро знания словаря станут нашими. Конечно. Смотрите, какая ситуация интересная. Значит, одна говорила, что знания словаря станут моими. Моими станут знания словаря. Аж два раза повторила. Второй сказал, что нашими типа станут. Ну тут понятно, что цель преследует не самые благие намерения, конечно же. То есть завладеть словарём хотят все. Я даже не удивлюсь, если погибли все абсолютно, которые гнались за славой, за этим словариком. Твою мать. Словарь хотели получить все, а в итоге достался вообще никому, получается. Нам его дали и попросили его вернуть, потому что от него, видимо, явно какие-то проблемы. Ну что ж, поглядим. Так, что это такое? Так, они все зашли. И мы, конечно, тоже зайдём. Давайте поглядим. Так, значит, если наступить на одну из этих платформ, я так понимаю, произойдёт необратимое. Какой-то страх произойдёт определённо. Так, один из ящеров, видите, здесь. Но у него движется хвост. Я не знаю, живой он или нет. Ну, видимо, нет. Красное яблоко. Мёд, одежда, сапоги. Кольцо, жерель и кинжал. Ну, такой уж богатый выбор у него, так что. Мы активировали рычаг. Я не знаю, что это дало. Что-то открылось? Нет. Вроде бы нет. Удивляет то, что у мёртвой ящерицы как бы хвост шевелится. В принципе, это нормально, когда она откидывает хвост. В случае опасности. Он там ещё может... Так, вон я вижу Центуриона. Видимо, с ним сейчас придёт содраться. Так что не грех сохраниться. Так, значит, мы сохранились. Хорошо, будем двигаться. Давайте поглядим. Он как бы охраняет, наверное, путь наверх. Так, и один ещё валяется. Да, вот он ожил. Давайте посмотрим. Притическое попадание. Вот, всё. Он присоединяется к своему брату-близнецу. И тем самым он задавил Брею. Видите, они все были как бы всё ближе-ближе к словарю. И по очереди умирали в разных комнатах. Яблочный пирог. Мне вот интересно, зачем металлической этой... Металлической этой хрени Центуриону яблочный пирог. Или это мы... А, это мы Брею обыскиваем. Вот, ошибся, простите. Не сразу понял. Я думаю, зачем роботу яблочный пирог? Ожерелье. Всевозможное, видите. Интересно тогда, где этот... Использовать сердечник можно. Смотреть было бы неплохо. Так, тут у них особо ничего нет того, что бы я хотел увидеть. Что это такое? Словарная подставка. Давайте вставим. Так, из глубин. Видите, мы выполнили этот квест. Можно активировать. Так, ну что, ничего такого не произошло вроде бы. Все живы-здоровы. Хорошо. Забрать его обратно нельзя, видите. Такое дело. Значит, нам добавлен был какой-то новый квест. Давайте посмотрим. Вроде бы все старое. Вроде бы все то же самое. Я не вижу, чтобы нам что-то добавили. Но, слава богу, мы это задание сделали. В меру интересное, так относительно. Это, конечно же, рычаг поднимет нас в Скайрим. Понятно же. Вау, смотрите, какая тема. Ёпта. 32 урона. Это даже больше, чем у меня, по-моему, сейчас. Хотя могу ошибаться. Нежить уровня 13 и ниже обращается в бегство на 30 секунд. Вес 18, стоимость 645. Нехило. Заклинание используют. Посох пламени. А вот это я возьму, пожалуй. Я даже сейчас его выберу. Охренеть можно. Смотрите, у нас, значит, видите, 36. А, здесь 32. Вот в чем дело. Благословенный урочий двуручный меч. Все-таки, ну, урцки, получше будет. В чем дело-то? Ну, что ж, раз мы его взяли, то не грех, конечно, им воспользоваться. Так, что-нибудь такое выбросить надо. Давайте с ним походим. Да, нехило. Его, наверное, заряжать надо. Там есть такие мечи, я видел. Надо что-то выбросить. У нас перевес небольшой. Словиные перчатки. Словиная броня. Мракей. Магия восстанавливается на 100% быстрее, если носить мракей. Двимерский шлем я, наверное, выброшу. Смысла у меня от него никакого сейчас нет. Так, что-то из оружия надо убрать. Палмирские стрелы довольно слабые, поэтому я их тоже выброшу. Так, эльфийская стрела пусть будет. Лук тоже пусть будет. Высасывает из цели 5 единиц здоровья и 5 единиц запаса сил. Соловейный клинок. Мне он тоже не надо. Все, вот тут кто будет в следующий раз и проходить, может забрать мои вещи. Ну что, возвращаемся наверх. Видите, здесь засов. Можно открыть. Так, и тут нас, конечно же, встречают милые пауки. Давайте расправимся. Отпугивание нежити. Видите, как оно работает? Ага, избегает. Это против нежити очень актуально, а против двимеров особо не действует. Так, теперь надо понять, как бы отсюда уйти из этого подземелья. Какие-то, должен быть какой-то выход. Надеюсь. Так, где это мы вообще? Твою мать. Тут можно вечно ходить. Не найдешь дороги назад. Так, что у нас? Аниматория. Балкон. Правые машины. Ладно, давайте прогуляемся еще раз. Поглядим. Да, я бы уже хотел, конечно, выйти в Скайрим на воздух. Подышать свежим воздухом. Можно пробежаться. Довольно долго, видите, мы уже бегаем, потому что я каждый раз увеличиваю не магию, не здоровье, а именно запас сил, выносливость, проще говоря. Так, здесь мы были уже. Я надеюсь, она не умрет от такого падения. И очень быстро она восстанавливается. Это тоже радует. Так. Здесь ничего. Главное, чтобы мы еще вдаль не забежали. Аниматория, да? Из аниматории мы выйдем тоже наружу. Там можно будет выйти. Видите, просто назад. Конечно, это глупо, но я не заметил. Может быть, там и был выход в Скайрим. Но возвращаться уже нет смысла. Потому что это не самый лучший вариант. Это бежать назад через всю карту. Врагов никаких нет. Ничего интересного тоже нет. Просто бежим назад. Видите, здесь мы были. Здесь они общались. Если вы помните. Так, но почему-то... Почему-то мы так странно бежим. Маркер игрока стоит у нас здесь почему-то. Видите? Почему там? Так. Тут трудно понять вообще логику этих всех действий. Это беготни. Так. По-моему, мы здесь уже были. Да, ребят? Что-то тут фейл какой-то. Давайте, наверное, я вырежу кусочек. Потому что мы здесь будем бегать до бесконечности. Как только найдем выход, сразу запись включу. Вот, ребята, мы наконец-то вышли. Значит, чтобы выйти на улицу, найдите балкон. Там будет написано балкон. Сможете нажать, убрать засов с двери и выйти на балкон отсюда. Слава богу, можно выйти. Теперь главное понять, как упасть туда вниз, чтобы не покалечиться. Давайте посмотрим. Таким вот способом. Спускаемся. Уже все мы сделали. Опа. Так. Ну что ж, давайте смотреть, что там у нас. Новые серии, новые квесты. Какие-то. Так, что-то я не понял. Мы еще, видимо, блукаем. Видите, в Ван Чанзеле этом. Давайте смотреть по журналу. Так. Запретная легенда. Золотой коготь. Значит, выполним давайте задание. Это мне не надо. Это тоже уберем. Отнести Делвин у глаз фалмера. Вот, что мы сейчас сделаем. Это наше задание следующее. Находится он, я так понимаю, гильдия воров. Возвращаемся в гильдию воров. Классный шлем. Смотрите, где бы такой раздобыть можно было. Я бы не отказался. Ага, значит, с помощью пентаграммы душ. Хорошо, хоть после прохождения игры мы узнали, как можно это делать. Ну что же, возвращаемся в гильдию воров. Буйная фляга. Вот больше всего не люблю две мерзкие эти лабиринты и буйную флягу. Здесь тоже заблудиться можно. Ну что, друзья, продолжим уже в следующий раз. Вы смотрели выполнение квеста. Было довольно интересно, надеюсь. Несмотря на то, что мы там немножко заблудились. Подписывайтесь. Будем дальше проходить дополнительные квесты. Пока-пока. Пока.